привет сегодня хочу поговорить о таком эффекте который я назвал демонизация фреймворков что это такое не часто слышу фразы и я ты где-нибудь видел работающий скрам кажется он нигде не работает или кажется что лес слишком радикален поэтому он не может быть использован в нашей организации и затем следует некое оправдание которое объясняет почему компания либо продуктовая группа не будет использовать тот или иной фреймворк или почему они будут использовать его лишь частично вот это я и называю демонизация фреймворков и этот эффект он честно связан с уходом от ответственности а мы когда как люди когда уходим от ответственности то мы не можем в полной мере осознавать свои слабые стороны ведь проблема не в леса проблема не скрама в чем-то другом давайте разберемся и копнем глупо есть такая модель от кристофер айвери это человек который всю свою жизнь посвятил исследованию вопроса ответственности ухода от этой ответственности он говорит о том что это абсолютно естественный процесс для всех людей когда в нашей жизни появляется дельта то есть это состояние когда то что мы имеем не совпадает с тем что мы хотим создается некое такое когнитивное напряжение чтобы избежать этого напряжения мы с вами как люди начинаем обвинять либо кого ты либо оправдывать и находясь в этой позиции мы становимся очень слабыми потому что мы помещаем во вне проблем таким образом чтобы ситуация для нас разрешила чтобы наша жизнь стала лучше нужно чтобы кто-то или что-то изменились но это редко происходит ответственность же по кристоферу айвери это признание проблемы в чем она заключается и закатываете рукава и начинайте ее решать и из своего опыта я вижу типичные две фундаментальные проблемы почему agile коучи и скромастера занимаются демонизацией фреймворков давайте их разберем так первая причина это то что вы пока очень важно пока они научились продавать изменения командами в особенности топ-менеджмент естественно когда вы не можете объяснить почему тот или иной фреймбург должен быть использован вы начинаете его отторгать чтобы продать какие-либо изменения людям нужно им показать как организационный дизайн процессы политики награды вот все что вы видите в организации как это создает текущую реальность и создает те проблемы которые с которыми вы сталкиваетесь в организации и мы часто для этого заходим на несколько дней минимум но чаще на несколько недель в организацию продуктовую группу начинаем планомерно ее исследовать и мы затем пользуемся моделью айсберга системного мышления и показываем топ-менеджерам почему существующая реальность она именно такова и тогда люди готовы взять на себя ответственность потому что они видят как эти причинно-следственные связи работы и они являются частью этой проблемы до их решение и управленческие решения привели к это первый шаг продажи изменений это создать осознанность о том что происходит но затем вы можете двигаться создание видения изменений и тогда посередине будет находиться между видением между осознанием текущей реальности будет находиться креативное напряжение это то топливо то энергия которая вами позволит управлять изменениями вторая причина заключается в том что у организации просто нет запроса на изменения они стали использовать agile scrum less safe nexus только потому что им кто-то рассказал об этом это модное испущенное решение откуда-то сверху нету причины ничего не подталкивает организацию у нее нет боли нет причин почему нужно переходить на новую систему работы а ведь изменения довольно большие предстоит организации и нам как agile coaching scrum мастерам для нас это неэтично работать с организацией у которой нет запроса на изменения все равно что идти в классический коучинг без запроса на коучинг то есть это просто неэтично избегайте этих ситуаций поэтому я призываю вас не демонизировать фреймворки не блэмить их с ними все нормально они все работают вы можете видеть десятки успешных кейсов на сайте less.works в россии есть много примеров есть множество компаний которые используют последние самые лучшие инженерные практики парную разработку свормины спи экстремальное программирование просто глянитесь кругом без причины всегда в нас самих и в наших организаций в системе в которой мы находимся и позиция что да нам подходит less но я пока не научился продавать изменения топ-менеджменту поэтому это пока невозможно она эта позиция намного более сильна чем демонизация потому что вы выявили свои слабые стороны значит вы можете улучшить надеюсь это было полезно всем пока но и ну Субтитры создавал DimaTorzok